Как быть, если я боюсь заступиться за обиженных? На самом деле, через это все мы проходим, и бывают такие периоды в жизни, когда мы испытываем страх, малодушие, потом мы начинаем по-новому уже к этому относиться. Но прежде всего, что надо сказать, что за обиженных все-таки нужно заступаться. И в Священном Писании мы встречаем прекрасные примеры этого. У Авраама племянник Лот, и Лот попал в плен, захватили его, его семью, имущество, уводили уже в далекую страну. И Авраам вмешался, собрав 318 своих слуг, смогли, напав ночью на лагерь неприятеля, отбить Лота и вернуть его целым, невредимым, с его семьей, с его имуществом. Вот прекрасный пример, как заступаться за обиженных, возвращать их в полноценной здравой жизни. Другой пример — это у пророка Моисея. Причем, на самом деле, ведь Моисей не был таким вот смелым человеком, как может показаться. Потому что он во многом сомневался в том, что Господь говорил ему. Он боялся вести за собой народ. Он убежал из Египта, когда, правда, вступил в защиту одного из своих соплеменников. Но после этого бежал. И, тем не менее, при том, что ему в чем-то не хватало смелости, мы видим такой удивительный случай в книге «Исход». У священника Модиамского было семь дочерей, которые пасли овец отца своего Иофора. «Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего Иофора. И пришли пастухи и отогнали их». То есть явная несправедливость. Беззащитные девушки, они набирают полные корыто, чтобы напоить свой скот. А тут приходят какие-то пастухи и отгоняют их. Девушки выполнили работу, наполнив водой вот эти емкости. А поить свой скот начинают уже совершенно другие люди. Тогда встал Моисей и защитил их, и начерпал им воды, заново начерпал, и напоил овец их. Он прогнал вот этих злых людей и таким образом заступился за обиженных. Ну а дальше уже такая простая человеческая история. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал им, что вы так скоро пришли сегодня. Они ему отвечают, что нам помог такой-то человек, то есть Моисей. И он живет уже у Иофора и женится на одной из этих девиц по имени Сепфора. То есть вот так защита обиженных обернулась достаточно счастливым браком. Поэтому за обиженных все-таки нужно вступаться. И есть такой вот тоже духовный закон. Если ты хочешь все-таки быть верным Богу, то не сомневайся. Вот ни в чем не сомневайся. И помни, что рядом с тобой всегда находится Господь Бог, и Он тебе всегда поможет. Вот как об этом мы читаем у пророка Исаии. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». То есть вот когда мы твердо знаем, что с нами сам Бог, тогда мы ничего не испугаемся. И обычно люди больше страдают от своих страхов, от психологических переживаний, от того, что накручивают сами в себе и цепенеют от своих же собственных душевных реакций. Тогда как просто надо выкинуть эти мысли, сказать «Господи, помоги», тут же вмешаться в ситуацию и помочь обиженным. И Господь будет рядом. Даже вот неоднократно и в моей жизни это бывало, когда ты проявляешь такую вот спокойную решительность и смелость, то обидчики, они, как правило, отступают в сторону. Но нужно также помнить, что мы сами не должны провоцировать никаких конфликтов. Все-таки будем помнить заповедь Спасителя. Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божиими. А миротворец — это человек, у которого мирное сердце. И часто злодеи, увидев в твоих глазах мир, спокойствие и добрые отношения, такие злодеи сами растапливают своим сердцем и отступают в сторону, а иной раз и даже становятся твоими друзьями и помощниками. Вот дай Господь нам следовать именно по этому пути и с Божьей помощью притворять врагов в друзей. Субтитры создавал DimaTorzok